да привет на самом деле кликера не будет чтобы переключать слайды ладно смотрите я хотел немножко рассказать про себя рассказать про какие-то ошибки которые совершают все люди и поделиться такими какие-то лайфхаками наверное но если говорить про что я сейчас делаю это больше инжиниринг есть какие-то если у людей идеи все равно они должны кем-то реализоваться и зачастую это очень сложно кажется нереально как-то иногда люди и ракеты в космос напускали вот у нас это вроде бы неплохо получается если говорить про какой-то опыт я родился в беларуси городок майки 12 тысяч населения тоже наверное понимаете возможности не особо много но повезло я переехал в великобританию там вырос у меня гражданство великобритании получилось и университетом закончить колледж и бывает вот наступает момент нужно найти работу у меня получилось так что отец он за станком работает деревообрабатывающая фабрика и говорит вот все давай становись мужиком он тебе уже 14 лет и да на фабрику я тогда понял что это немножко не моё и начал пробовать другими способами зарабатывать деньги все что чтобы мы не делали это все равно продажи и нужна мотивация чтобы что-то успешно делать нужна мотивация у меня мотивация это моя семья зачастую словишь себя на мысли то что вот уже кого-то нету кому-то уже не успеешь ты помочь я помню историю и жизни мне лет 8 наверно было бабушки пристройку делали и моему дяде стало плохо что помутнение у него было вызвали скоро скорая приехала и нагруппила сразу он алкаш какой-то он пускай там пролежится проспится на самом деле он ничего не пил и моим объясняли и сказали все что не дурите нам головы и дядя вот умер в тот же день у него сосуд лопнул голове и мясно это часто вспоминание возникает то что я хочу помочь другим людям хочу чтобы люди дольше жили качество жизни было лучше и черпаю от своей семьи мотивацию потому что каждый день проходит и нужно успеть всем помочь иногда задаемся вопросом чем же таким заняться непонятно там хочется одно одно нравится другое нравится у у меня мысли так складывались так нужно закрыть глаза и представить что у тебя все есть я где-то это вычитал или высмотрел не помню откуда и первая мысль которая тебе в голову приходит но ты представил то что ты сидишь на стуле в комнате и первая мысль чтобы ты пошел делать чем заниматься и это именно то куда ты будешь готов тратить и энергию и время именно так я понял то что мне интересен активный образ жизни что я буду пойду буду разговаривать буду наверное что-то продавать и всегда есть страх если например познакомиться с девушкой какой-то нужно что может случиться ты думаешь а вот идет девушка симпатичная надо бы что-то сказать но если ты что-то скажешь но она подумает что у нее уже положение повыше там посмотрит на тебя как-нибудь не так и наилучший вариант давно просто пройти мимо и ничего не сделать но это ты вообще этим ничего не добьешься и так же самое в любом начинании что делаешь нужно не бояться ошибаться ошибок будет много всегда ошибки будут случаться но чем больше ошибок сделаешь тем быстрее получится какой-то результат чтобы стать успешным достаточно одного раза какой это раз будет мне известно но какой-то обязательно случится хочу представить вот диаграмма до 60 лет мне 26 26 лет вот уже грубо говоря половина жизни прошла и это очень пугает это реально хочется каждый день потратить на что-то важное что-то что поменяет мир вокруг нас вокруг просто твоих родственников хотя бы что нужно делать действие просто берете и делаете часто люди говорят вот мы стараемся пытаемся ну как я не понимаю что пытаться вот и есть ручка если я попрошу кого-нибудь взять эту ручку ну как как будет выглядеть это пытание там пытаясь вот просто берешь ручку и все просто делаешь взял сделал все есть дело есть результат хочу тоже интересную историю рассказать про то как мы решили из белоруссии на великобритании продать картины у меня друг есть детство хорошего он художник рисует очень хорошо говорит а почему продаются вот есть аукционы и сосбис крестис там за миллионы фунтов продаются живопись а почему почему не знаем почему давай мы тоже попробуем продать и действительно он приехал ко мне великобританию со своими картинами и что мы сделали да мы пошли в этот сосбис крестис придумали историю то что вот это российский художник там какой-то затерянный ну понятно миллионов никаких не сделали но эту картину именно вот этого больше десяти тысяч фунтов купили то есть из ничего все равно получать какой-то результат просто это нужно сделать попробовать гипотезы проверять нужно ежедневно вот так что ребята если есть вопросы какие-то если есть идеи какие-то для реализации обращайтесь в whatsapp telegram если сейчас стесняетесь что-то спросить тоже пишите а так инженерный институт обитаю там пожалуйста балкам спасибо спасибо вам большое егор от науки мы двинемся к образовательной части нашего мероприятия и сейчас перед вами выставить выступит алина садриева это автор проекта еду abroad онлайн гид по поступлению по зарубежные университеты окончила она к фу по специальности лингвист испанского и английского языка обучалась в барселоне праге и нью-йорке работала в сша и англии она является глобальным шейпером автором книги о татарской национальной кухне алина пожалуйста вам слово понимаете я филолог с микрофонами не очень дружу всем привет меня правда зовут алин садриева я являюсь выпускником но помимо того я еще и учусь магистратуре у нас здесь в казанском федеральном университете по той же специальности лингвистика испанского языка мне это очень нравится мне нравится испанский язык мне принципе нравится лингвистика все началось с того что оказавшись здесь в университете я поступала конкретно знаю чем я хочу заниматься и в общем-то попала в замечательную группу из восьми человек нас не так много было изучающих испанский тогда и цены были намного дешевле вам скажу вот и было очень здорово потому что мы получали там чуть ли не персональное образование но прогуливать пары тоже было нереально вот поэтому те кто имеет такую возможность не пользуйтесь этим вот вредные советы давать не будут выпускников на четвертом курсе когда я сама подавалась уже магистратура в американский университет и я обнаружил кучу проблем связанных с подачей документов вот у меня вопрос кто из вас хотел бы учиться за рубежом поднимите руки ох ты вау окей кто из вас уже сделал в эту сторону шаг разобрался там нашел университет подал на грант или хотя бы знает что надо делать окей чуть-чуть окей те кто не знает первое что нужно сделать это загуглить информацию вот до пользоваться гуглом потому что все все это доступно на самом деле очень второе что вам нужно сделать это четко понять зачем вы туда едете то есть какую специальность вы хотите изучить и открою вам тайну вы можете поменять вашу специальность то есть если вы учились например на экономе можете стать биохимиком и наоборот конечно для поступления нужно не очень много всего но сегодняшняя тема не об этом поэтому все свои вопросы связаны с обучением за рубежом вы сможете задать не после лекции либо написав мне либо позвонив либо там в коридорчике скажем так на четвертом курсе пока я поступала а так получилось что я занимался активной деятельностью и работала во молодежной организации солят кто знает такую организацию супер привет целя да и занимаясь этой деятельностью я организовывал одно мероприятие куда приехал основатель lingva leo знаете ли вы такое приложение супер так вот организовали его встречу мы пошли обедать и в разговоре я стала так скажем ругаться на порядок поступления в зарубежный университет что ничего не понятно что в университетах не рассказывать про это не делают выступления не делать какие-то большие ивенты если делают то мало и поэтому он меня перебил сказав так алину подождите а сколько вам нужно денег и я так понимаю что это было предложение об инвестициях я сказала миллион рублей думая что это много но все подтвердят что это немного для бизнеса в общем-то это практически ничего и тогда на четвертом еще курсе то есть это был первый семестр конец первого семестра я сказал да окей и начала заниматься вопросом создания проекта по помощи к поступлению зарубежной университета студентам путем получения грантов и стипендию что очень важно потому что я считаю что вы каждый из вас может получить бесплатное образование за рубежом это очень доступно вам только стоит захотеть и каждый из вас имеет достаточно опыта для того чтобы это сделать вот например мы с султаном были участники программы рашен бизнес лидерс который проходил в сша и только недавно вернулась султан был прошлом году насколько я знаю и поэтому ну вот на смотрите нас четверо здесь из из четырех два человека уже съездили по одной той программе 50 50 поэтому у вас тоже очень много шансов расскажу забавную историю мой друг который учился здесь на китайском языке тогда назывался востоковедение да и они вдвоем с другом проходили мимо стенда где было объявление набираем студентов китай нас ну стажировку точнее на семестровый обмен то есть на семестр вы едете в китай изучать китайский круто они такие смотрят всего два человека берут и окей давай подадимся а давай они в общем подались и что вы думаете они прошли и как вы думаете почему потому что подались только они двое вот вся ситуация с поступлением зарубежной университета ровно такая же вот почему вы не поступили просто потому что вы никогда не пробовали подаваться туда это факт вот если бы вы попробовали не поленились прочитать на английском языке сайта он на английском вам лень переводить даже браузером и это точно очень часто такое происходит открываете стажировку она на английском закрывать но как бы конечно вы на этом этапе сливается получается что я занялась этим вопросом на четвертом курсе параллельно писала диплом параллельно писала бизнес-план бизнес-план должен был базовый на самом деле бизнес-план для того чтобы начать бизнес не нужен и поэтому до того как если кажется кто-то из вас хочет свои стартап или бизнес не надо думать о том как бы зас Counsel надо думать о том как бы решить какую-то большую проблему которая бесит большое количество людей вот все те кто подняли руки это мои потенциальные клиенты соответственно я решаю проблему очень большого количества студент а значит потенциально успешный бизнес ну я надеюсь, если справимся с остальными частями. Так вот, мне инвестиции приходили кусочками уже тогда, когда я заканчивала университет. И в день, когда я получала диплом, я пошла на встречу с партнером подписывать бумаги, то есть в том же платье, выпускном. В общем-то, вот как-то так это происходило. И затем я открыла центр, назывался он тогда Lingolike. Кто-нибудь знает про Lingolike? Слышал кто-нибудь? Поднимите руку. Два-три человека. Супер. Это неплохо. Вот. Получается, что это был 14-й год. Мы открыли центр подготовки к поступлению, но когда стали приходить студенты, мы поняли, что проблема не сколько с поступлением, сколько с английским. И вот тут вопрос возникает опять. Как дела у вас с английским? Вы скажете, ну в принципе нормально, но вот задайте свой уровень внутри, то есть про себя, да? Вот теперь вычтите из этого уровня еще один. Это ваш реальный уровень английского. И вам стоит прямо сегодня заняться этим вопросом, чтобы к моменту, когда вы увидите грант, у которого дедлайн через месяц, у вас не было паники. Ой, блин, я не прохожу, потому что у меня английского нет. А вы уже были готовы и взяли и легко, например, сдали международный экзамен. Получается, что тогда мы занялись вопросом, так как я филолог и вообще лингвист по образованию, занялись вопросом обучения английскому. И три года я копалась в этой теме. За эти три года мы открыли 11, условно говоря, 10 филиалов в разных городах России. Там Иркутск, Питер, Москва, Хабаровск. В общем, отсюда досюда, да? Вот. И это был замечательный опыт, потрясающий. И я благодарна тому человеку, которого зовут Айнура Аптолнасыров. Это инвестор, да? Который был первым и который поверил в эту идею, потому что увидел в ней проблему тысячи людей. Соответственно, мы сделали языковую школу и помощь в поступлении в зарубежные университеты оставили как отдельный второй проект. Спустя 4 года, вот недавно буквально произошло это, да? Я продала бизнес языковой школы, как оффлайн, и занялась активно только онлайн частью этого проекта. И, в общем-то, за это время я вот путешествую по университету мира, делаю обзоры университета, встречаюсь со студентами, приемными комиссиями, потому что мне очень хочется донести до вас простую истину, что каждый из вас этого достоин, это возможно. Вам не нужны богатые семьи, мозги Эйнштейна для того, чтобы это сделать. Поэтому ваша задача только пробовать. Моя задача доказать, что это легко. И получается, вот этим я занимаюсь по сей день. За это время, помимо всего прочего, я не буду рассказывать о том, что я слила первую половину денег сразу, которые он там доинвестировал, потому что там первое, что ты делаешь, ты снимаешь офис, который, оказывается, вообще тебе не нужен. Поэтому тут такой вопрос. Учишься на ошибках и платишь за них. На текущий момент я занимаюсь этим проектом, работаю и занимаюсь маркетингом тоже, помогаю компаниям упаковать их в маркетинговые стратегии и работаю с американской компанией, которая попросила меня об этом. Помимо этого, я сделала такую штуку, которой очень горжусь и хочу рассказать вам. Это книга татарских рецептов. Тут это будет Султаном опять связанный Султан, нам надо поговорить. Это книга рецептов, татарских кулинарных рецептов, которые вы можете встретить в стандартных кафе. Не считая чак-чака, конечно, потому что это очень сложное блюдо, никто его давно уже не готовит, и только покупает в магазине, к сожалению. Эти рецепты обрамлены историями моей бабушки, которая рассказывала секреты того, как она их готовит. В один момент я обнаружила, что, оказывается, сложно поговорить с бабушками о чем-то. Я же не могу спросить, о чем ты с парнем разговаривала? Сколько вы там встречали? Что вы делали в молодости? Потому что это довольно сложно. И просто так на диалог их не вывести. Поэтому я стала спрашивать у нее рецепты и выяснила, что пока она рассказывает о рецептах, она рассказывает о жизни в принципе. Мне это очень понравилось. Я стала записывать это на тиктофон и два года мечтала издать эту книгу. И в этом году это случилось. И мы издали книгу на английском языке отдельно и на русском языке отдельно. Скоро будет на татарском языке. В общем-то, называется хатиря. Называется хатиря, переводится на русский язык как воспоминание. Так зовут мою бабушку, к слову. Вот так получилось. Это совпадение приятное. Идея в том, что возможность разговаривать с поколениями через какие-то такие штуки и создавать контент на татарском языке, который будет вам интересен. Потому что, насколько я знаю, книг татарских рецептов очень мало. Скажу вторую вещь, почему это важно. Смотрите, те, кто... Я звучу немножко национальски сейчас, наверное, но кто из вас татары, например? Поднимите руку. Окей. Просто спрошу, потому что мы в Татарстане. Почему я спрашиваю? Потому что это тоже будет, например, вашей особенностью при поступлении в зарубежный университет. Допустим, если вы говорите, что вы minorities, то есть вы относитесь к миноритарному народу или нации, то это ваше преимущество. И это тоже ваше преимущество. Вот что я хочу сказать. Вот, например, ситуация в Нью-Йорке. Девушка из маленькой африканской деревушки, у которой население, наверное, человек 300, не больше. Ну, то есть не деревушки, в смысле, а региона даже какого-то маленького. Она делала соусы по традиционным рецептам этого народа, маленького народа из Африки. И она об этом говорит очень громко, об этом пишет New York Times и так далее, другие издания. То есть они умеют правильно говорить о своих особенностях и уникальностях. И я рекомендую вам тоже найти в себе такое, потому что это пригодится не только для поступления в зарубежный университет, но и для получения работы за рубежом, но и для того, чтобы, в принципе, свою идентичность правильно рассказать. И скажу еще один секрет. Если вы умеете что-то делать, то никакие резюме и дипломы вам не нужны. Потому что вот где бы я ни работала, я работала с разными компаниями в разных странах, мне никогда не просили ни резюме, ни диплом. Поэтому никто не знает, что я филолог. Вот. И ты только в работе можешь доказать, что ты умеешь. Поэтому я вам рекомендую, найдите себя и свою уникальность. А так как в России очень много народов, больше 180 разных наций, наверняка вы один из самых уникальных людей в этом мире. И это правда так. И второе, будьте смелыми, достаточно смелыми для того, чтобы, пройдя мимо объявления, просто подать заявку. Спасибо вам большое. Для чего же неудобно преподавателям у нас в университете, наверное, пользоваться этим микрофоном? Даже не знаю, как под него подстроиться. Спасибо большое. И следующим спикером станет Лернер Герман Янович, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Он родился в Казани и окончил КФУ по специальности юриспруденция. Работал помощником первого министра Республики Татарстан. Сразу пью, сам возьму, ладно. Мне рассказывать будет нечего. Прошу, пожалуйста, вам слово. Еще раз, да, всем добрый вечер. Меня зовут Герман, фамилия моя Лернер. Такая достаточно необычная фамилия для правительства Республики Татарстан. Но, тем не менее, я не такой хороший спикер, как предыдущий. У меня нет столько всего, что можно рассказать. В университет я поступил еще в Казанский государственный университет имени Ульянова Ленина в 2008 году. И поступил на юридический факультет. Первые два года я учился, учился, учился. Ну, вроде как нормально. Потом я пошел работать на общественных началах в прокуратуру городскую. К нынешнему прокурору республики Илью Саидовичу Нафикову. И поработал, поработал. Ну, нормально, годик-другой. Понял, что не совсем мое. И Илью Саидович посоветовал мне, значит, сходить в один аналитический центр. Называется Центр экономических и социальных исследований при кабинете министра Республики Татарстан. Там с третьего курса, получается, я начал работать официально. Это такая около-государственный, значит, правительственный аналитический центр. Работал обычным ведущим специалистом. У нас в университете было пять учебных дней. И один был библиотечный день. На библиотечный день я ходил на работу, полноценно работал. И как-то вот, ну, завязалось, общались с директором, с начальниками, туда-сюда. В итоге на пятом курсе я директор Кудрявцева, Алексея Николаевна, она вызвала меня. Это очень такой ум, аналитический ум нашего правительства, Кудрявцева Алексея Николаевна. Она меня вызвала, говорит, ты юрист, я хочу, чтобы ты вел всю юридическую деятельность Центра нашего экономических и социальных исследований. У нас потому что не было, как такового, юридического отдела. И ввела новую ставку, новую ставку помощника директора. Я, конечно, сразу согласился, обрадовался, но я еще вроде как учусь на пятом курсе. А уже там предлагают такую, как казалось мне, действительно высокую должность. Я начал работать. Полгода поработал таким юристом этого центра. И после этого, опять же, Алексея Николаевна меня вызывает и говорит, тогда, на тот момент, это был 2013 год, я уже получил диплом по специальности гражданско-процессуальный арбитражный процесс. Защищался у Фитюхина Марата Владимировича, я не знаю, юриста здесь нет. С юридического факультета есть кто-нибудь? Один человек. У кого учишься? Международная пара. Международная? Ну ладно. Петюхин тебя ждет, Марат Владимирович. На четвертом, пятом курсе, вспомнишь. И, значит, диплом я уже получил, у Марата Владимировича защитился, и совсем вот, ну, совсем я не по специальности работал. После этого Алексея Николаевна меня вызывает, 2013 год, говорит, вот у нас есть Муратов Равиль Фатыхович, это на тот момент был первый заместитель, премьер-министр, очень долгое время. Тот человек, который стоял у истока в создании нашей республики, вместе с Ментимер Шариповичем, Устанургалевичем. И, значит, говорит Герман, ну, у Равиль Фатыха сейчас оборцается должность помощника, я бы тебя советовал туда. Я закончил университет только, мне говорят, ты будешь работать в аппарате правительства республики Татарстан, предлагают, точнее, работу, естественно, опять же. Как вообще такое может быть? Опять же, когда, ну, очень многие люди подходят и говорят, ну, вот тебя там пропихнули, наверное, связи туда-сюда, да нет. Вот такое стечение обстоит. Действительно, работал, показывал, что могу работать, аналитически мыслить и все, то есть тут больше ничего не надо. Единственное, вот здесь у нас присутствует коммерческая составляющая, да, я государственник такой получился пока. Не знаю, как дальше повернется опять же. И после этого я пришел работать к Рэль Патыхчу-Паратову. У него, я с ним успел поработать два месяца ровно. До этого этот человек больше 20 лет занимал эту должность, и через два месяца он уходит в отставку. И переходит на должность помощника президента республики. Я думаю, ну, два месяца успел поработать, уже хорошо. Такая закалка такую очень хорошую прошел у Рэль Патыхчева. Действительно, кто знает и работал с ним, это хорошая школа. На его место приходит Песошин Алексей Валерьевич, нынешний премьер-министр республики. И с ним уже три года вместе, сообща, работали, очень много проектов вели, реализовали. И впоследствии Алексей Валерьевич переходит на должность премьер-министра республики. Я остаюсь работать с Нигматольным Рустамом Камельичем, который нынешний первый вице-премьер. Тоже большую школу с ним прошел. И после этого было принято решение идти в Министерство промышленности и торговли, заместителем министра, новый круг обязанностей. У меня сейчас блок внешнеэкономический, связи с международными структурами, межрегиональными. Все делегации, которые приезжают в республику Татарстан, которые выезжают из республики во главе с Рустамом Камельичем. Все это мы ведем. И потребительский рынок. Тоже стараюсь. Четвертый месяц пошел. Когда я поступил на эту должность, буквально на следующий месяц начался чемпионат мира по футболу. И я сразу в огонь попал. За две недели встретил около 50 делегаций международных. Из аэропорта вообще не вылезал. И готово английский потянул. Это у меня к Альбине не пришлось. Вот после этого, видимо, придется обратиться. Потому что слушаю, ну действительно так, ведь история хорошая. Я сразу могу сказать, то есть как бы я не готовился к этому выступлению. У меня нет презентации там или еще что-то такое. Я думал, что тут такое живое общение. Поэтому если есть какие-то вопросы о работе правительства, аппарата правительства, министерства промышленности и торговли, буду рад ответить. Сейчас или там после. Кто стесняется? Я готов открыто. И кто хочет прийти к нам на стажировку с последующим возможным трудоустройством после получения высшего образования. Милости прошу. Работы есть. У нас делегаций куча постоянная. Еще раз говорю, международных, межрегиональных, также командировки. Мы такой, знаете, как местный МИД, что-то типа того. Поэтому буду рад вашим вопросам. И спасибо. Снова-снова я благодарю за выступление. Спасибо большое. По поводу вопросов, друзья, не забывайте, что вы сможете задать все интересующие вас вопросы после выступления всех спикеров. И, кстати говоря, наши уважаемые гости сегодня, спикеры, выберут самые интересные вопросы и наградят авторов самых интересных вопросов подарками от КФУ Стур. А мы двигаемся дальше. Сейчас перед вами выступит султан Эдуардович Сапин. Он основатель и генеральный директор первой татарской халяль-сети быстрого питания Тубитей. Окончил геологический факультет КФУ, получил образование геолога-нефтяника. Надеюсь, я не отобрал хлеб у вас и не рассказал то, что вы хотели сами рассказать. Все, пожалуйста. У меня хлеб точно не отберет. Это точно. Прошу, пожалуйста. Всем привет. Ребят, что-то вы вообще затихли. Как мышки сидите, вас вообще не слышно. Вроде такая огромная аудитория прям. Тихо, тихо. Давайте звука. Супер. А вы мне поможете, да? Большое спасибо всем, что вы собрались. На самом деле, с таких встреч, наверное, и начинаются мечты, цели и инсайты в жизни, которые меняют потом наше решение, меняют наше поведение и меняют наш путь. Очень счастлив сидеть с этими замечательными людьми. Вообще, интересная история была у Егора. Я сначала, когда мы с тобой поздоровались, мне послышался Эдуард. Думаю, о, как мы его отозвали. Вот, оказывается, Егор, извини. Вот, Альбина, я до этого... Альбина, я, видимо, я плохо расслышал. Альбина, я до этого знал. Алина, извини. Я до этого знал, уже мы с ней виделись. Кстати, а лайк как-то Аяз связан с Линьку лайком, нет? Или это просто... Да, это из любопытства. Но скажу, вы знаете, вот Аяза, да, Шепутинова, который мелькает на рекламе? Я с ним познакомилась давным-давно, когда еще не было ни хостелов, ни кофе, ничего-ничего. И, в общем-то, он был вторым партнером в проекте Линьку лайк. То есть это не было, что мы купили франшизу, у него нет. Он продавал нашу франшизу, в общем. Он этим занимался, поэтому, да, это верно. Ну вот еще какая-то информация полезная. С Германом мы тоже знакомы. Мы пересекаемся с ним на эти как раз-таки выставках. Когда мы кормим, он уговаривает продать или купить. Друг другу помогаем таким образом. В общем, моя история очень простая. И, кстати, я хотел одну вещь сказать. Вот все эти три молодых человека, да, молодых людей, талантливых и трудолюбивых, они говорили о своих результатах, но так скользко только затронули факт или, так скажем, причину их достижения своих целей. Там взять того же Германа, да. То есть молодой парень, да, вот, ну, чуть-чуть старше вас, наверное, мы с ним. Неженатый. Вот, чуть-чуть старше вас, наверное, да, а уже работает заместительный министр. Это круто. Мне кажется, даже можно отдельно похлопать, да, Германа? Красавчик. Вот. И дело же не в том, он же, как бы, четко, ну, черным по белому сказал, да, дело же не в том, что, там, у него, там, не знаю, дядя, тетя, там, или кто-то, а дело в том, что он просто трудолюбивый. Вот из всего его рассказа можно услышать одно, что он умный и трудолюбивый. Я думаю, ну, здесь все, то есть, ну, здесь дураков точно нет среди нас. То есть, здесь все умные ребята. Осталось только трудолюбие, добавите все. И тут никаких суперволшебных таблеток же нет. Мы все всегда ищем суперволшебные таблетки. Голова заболела, дайте, пожалуйста, таблеточку, сейчас голова пройдет. Там что-нибудь случилось, еще какую-нибудь таблеточку. На самом деле, жизни не так. Эта таблетка, эта основная таблетка, это труд. Вот. В двух словах расскажу свою историю. Хотел бы свою историю начать с цитаты. Это Хусни Карим, который сказал, дела, совершаемые для народа, полезные и тебе самому. Да, то есть, на самом деле, с этой, наверное, мысли и началась идея тюбетей. Кто в тюбетей был? Ого, почти этот, про татар спросили, вот примерно такое же слово было круто. Вот. Здесь недалеко, мы недавно совсем открыли ресторан на Кремлевской. Первый национальный ресторан быстрого питания. Кто не был? Ну, да, недавно, но для меня недавно, для кого-то давно, почти год, да, он существует. На самом деле, мой путь начался с геологии. С геологии, с, так скажем, с недропользования, с изучения горных пород. Есть геологи, нет здесь? Ииии! Вот. То есть, я в душе тем же геологом и остался, да, и в дань геофаку мы там рядом открыли ресторан. То есть, чтобы не обидно было, и я преподавателей своих достаточно часто вижу, и деканат тоже свой часто вижу, поэтому все нормально. Я не предал геофакты. Вот. Началась моя история, на самом деле, еще с маленькой деревни перемотать. Вот, это хорошо, что Егор об этом сказал. На самом деле, все всегда думают, что какие-то интересные истории появляются, ну, каких-то из громких каких-то историй. На самом деле, нет. Я родился в селе Камышла, это Самарская область, маленькая деревня, где-то в самой деревне 5 тысяч человек, а в, так скажем, в районе Камышлинском где-то 11 тысяч человек. Это небольшая татарская деревня. Вот. Там все у меня и началось. Я родился 7-месячным ребенком недоношенным. Вот. И на самом деле, потому что я таким родился, я, наверное, торопился жить. Вот. Но в то же время, из-за того, что я таким родился, мне пришлось выжить. То есть, я не просто родился там, дышал там, радовался жизни, а я родился, и мне нужно было, то есть, огромное усилие приложить, чтобы выжить. И, наверное, вот это вот мое первое испытание в жизни, оно и положило мой характер. То есть, я знаю, что мне ничего не достается легко. То есть, я не прыгаю по верхушкам, я копаю. И вот, когда ты с геологией начал копать, сейчас вот национальной кухне копаю, да? То есть, реально, ел за десятерых, и просто там доктора были в шоке. Думали, что я умру, и маме тоже говорили, что надежды у вас нет, а я как-то доказал обратное. Ну, спасибо Всевышнему. Дальше поехали. Вот. История мне реально интересна была. Я любил вообще геологию, изучал породы, ездил в разные страны, путешествовал, там картинки есть. Параллельно с геологией очень сильно увлекался танцами. Вот. И, может быть, кто-то из прошлых поколений помнит, меня называли Майклом Джексон Кфу. Там даже есть видео, мы, наверное, не успеем смотреть. Но если вы наберете Султан Сафин, Майкл Джексон, можно найти на ютубе. Это смешно. Ну, кому-то нравится. Да, в общем, смотрите, я вообще не знал английский. Я так понимаю, то есть, тема английского актуальна вообще? Кому актуальна? Тема поступления за рубеж актуальна? Актуальна. Работа за рубежом актуальна? Актуальна, окей. Я по всем четырем точкам попадаю. В общем, просто смотрите, я приехал из деревни, у меня английского не было в деревне. И, ну, как бы, то, что нам дает английский здесь в Кфу, я тоже Кфу закончил. То есть, мне то, что через что вы проходите, это как бы мое родное. Я это знаю. То есть, я не тот человек, который вы, наверное, в основном какое-то ощущение, что здесь чуваки сидят какие-то там на сцене, а мы вот там сидим за партой. Да нет, мы как бы одни и те же чуваки, просто пару лет разницы. Вот, то есть, дай бог вы тоже так же будете сидеть и рассказывать свою историю. Вот, вот и всего-то. Всего-то, да? То есть, и на самом деле, со второго где-то курса я начал ходить к англичанинам на репетиторство. Это вот то, как я начал учить. На третьем курсе я пошел, короче, в группу по ТОФу, потому что начал искать для себя следующий шаг, либо образование, либо работы за рубежом. И пока искал, мне удобнее будет встать, и пока искал, в общем, сдал вот этот вот проходящий тест для того, чтобы понять, можно ли мне вообще учиться на ТОФу или нельзя. Есть же сейчас такая, типа, приемная комиссия что-то получается. Я, короче, не добрал. А у меня другого варианта не было. То есть, либо меня берут на этот курс, я учусь, как сдать ТОФу. Просто это на самом деле такой же ЕГЭ. Это не там, ну да, оно, наверное, лучше показывает знания, нежели ЕГЭ. Вот, но все равно, тоже такой некий тест. Я, в общем, не прошел, мне сказали нет-нет-нет. И также пришлось, как и семимесячным ребенком, доказывать, что я достоин как бы жизни. Да, и в итоге учительницу уговорил, чтобы она меня взяла, и получилось у меня сдать этот ТОФу. То есть, я просто тоже копал. У меня знания английского не было. И благодаря этому на четвертом курсе геофака мне поселивилось выиграть стажировку в Китае. Я даже за своего друга выиграл. По телефону надо было собеседование пройти на английском. Вот, и мы там 10 человек отправились в Пекин. Это было такое первое интересное путешествие. Здесь вот фотография с Пекина, с правой стороны. Вот, мы там работали 3 месяца в Пекине. Это вообще было что-то. Это был такой первый международный прорыв для меня. Я открыл для себя там мир вот в Азии, да? И тогда надо мной друзья смеялись. Типа, что я решил, узкоглазым стать? То есть, студенты так, ну, друзья, товарищи. Я говорил, нет. Я решил взглянуть на мир что-то там со стороны узкоглазого, что-то там общества, что-то такое, короче, я бы сказал. Вот. А после Китая я вернулся, поехал на север. Вообще, геология это не только всякие интересные путешествия, но и скважины, каски, нефть, вот эта вонь сероводородная, грязь, мат, мужики. Вот. То есть, я вообще, наверное, на нефтяник не похож. Вот. Ну, да, такой опыт тоже был. Вот мы, это компания Шлюмберже, это международная компания. Многие тоже мечтают туда попасть. Я там тоже успел практику пройти. И, в общем, после четвертого года, следующий слайд. После четвертого года обучение мне подвернулась новая удача. Ну, да. Меня пригласили сразу в два места за рубеж. Это образование, магистратура. И это работа вот в этой компании Шлюмберже после практики. Я, на самом деле, очень долго думал, а сначала долго очень поступал. Вот то, что Алина говорила, она вообще совершенно права. Вот на 200%. Просто нужно начать копать. Вот вам, если хочется за рубеж, откройте Google, ищите обучение за рубежом. Все просто. Существует куча сайтов. Поисковик вам все найдет. Куча сайтов, где есть, это называется на английском financial aid или scholarship, где вы можете найти вот ту или иную программу. Допустим, я, геофаг, да, мне ближе? Petroleum engineering, да, программа называется. Я ищу там scholarship for petroleum engineering degree. Например, да, или там scholarship for MS in petroleum engineering. MS – это мастер science. Я точно так же нашел свою программу в Саудовской Аравии. Мне очень интересна была эта страна, поэтому и работу, и учебу я искал именно там. Я нашел эту программу, я нашел то, что там есть королевская стипендия от короля Саудовской Аравии. Тогда это был Кинг Абдула и университет у меня называется Кинг Абдула University of Science and Technology, второй, который я закончил. Нашел эту стипендию, изучил, что надо сделать для того, чтобы подать заявку. И просто, ну, каждому этому документу готовился, ну, как будто вот это все. То есть, это вот, ну, все в моей жизни. Прям делал вот все от себя зависящее, вот, как Егор сказал, продавал себя. Вы поймите, то, что я здесь немножко с Алиной не соглашусь, то, что резюме там или диплом – это не важно. К сожалению, пока в нашей стране это важно, может быть, и к сожалению. Диплом вообще, как бы, если в российскую компанию хотите устроиться, не знаю, как в правительстве, то, ну, как бы, этот, спрашивать будут диплом. Какой у вас там диплом, покажите оценки, принесите копию там и так далее. В зарубежных диплом не будут спрашивать, но чтобы поступить в университет зарубежный, у вас будет спрашивать academic transcript. И academic transcript должен быть по GPA, как я это все помню. Я думал, со шпичмаком я же вообще забыл все это. Вот, я еще как-то вспомню, то есть там GPA должен быть там от 3 или 6 до 4, если я не ошибаюсь. Вот, то есть это важно. Да, средний балл. Да, средний, ну, они проверяют средний балл по зачетке и по диплом. Ну, мы так проверяли. И вот, в общем, в итоге CV надо было, motivational letters, да, если кто-то уже вот на этой стадии, когда начинает заполнять заявки, это вот обычно эссе, CV, просто там обычные документы ваши, там паспортные данные, это, это, это. Вот. И английский, очень важно. И нужно себя настолько, ну, продать так, вот они кроме этих бумажек о вас ничего не знают. Мы всегда думаем то, что, как бы, ну, мы представляем себя, как мы представляем себя. А надо представлять себя так, как человек представляет себя. То есть вот там, который вот видит тебя вот только через эту бумажку. Все ли я о себе там рассказал? Все ли я рассказал ему интересное для него, не для меня? Мы честно совершаем ошибку, мы, вот, как бы мы хотим кому-то что-то донести. Это вот мы встречаемся с этим каждый день. Это не только касается поступления куда-то, да, ну, учиться куда-то или работать куда-то. Это касается даже просто взаимоотношений с родным человеком. Мама, папа, неважно, жена, там, муж и так далее. Или просто студенческий друг. Мы пытаемся всегда человеку доказать или донести то, что мы считаем важным. А надо научиться думать, а что он считает важным, а что ему нужно. Тогда вы поймете вот этот ключ. Вот так же вы, когда поступаете в университет или идете на собеседование к работодателю, вы задаете себе вопрос, а что ему от меня может быть полезного, как я ему могу помочь. Мы всегда думаем, как ты мне можешь помочь. Вот всегда вот люди такие вот существа. Дай мне, дай мне, мне нужно, дайте мне работу, дайте мне учебу, дайте мне сколошип, дайте мне это, дайте мне то. А вы подумайте, а как вы можете быть полезны этому университету, что вы можете особенного привнести. В чем ваша фишка, в чем ваша сила. Вот если вы это сумеете раскрыть в своих письмах, в своем резюме, и не словами, а делами, если вы это покажете. То есть, если вы, например, говорите, я там обычно на английском пишу, там, oriented to details, да, там, или там, ну, еще какие-то вещи. Но если вы напишите oriented to details, а у вас CV, извините меня, бардак в CV, вот вы открываете CV человека, и там, ну, каша-малаша. Я подумаю, какой нафиг ты oriented to details, блин, ну, реально, если бы ты oriented to details был, то у тебя CV не так бы выглядело. Оно было бы красивое, четкое, отструктурированное, понимаете? И поэтому не словами, потому что обычно, когда вы идете там или в интернете ищите, научите мне оформлять CV, ну, вас там научат. Вот это вот куча воды, куча текста, а надо, ну, по факту, своими результатами это показывать. Это такой мой вам совет, да, по поводу продаж. В общем, я выбрал не карьеру, я выбрал учебу тогда, магистратуру. Здесь, опять-таки, каждый сам себе выбирает. Например, мой партнер, ПТБТ, Руслан Гельмуддинов, он тогда выбрал работу. Нас позвали в одно и то же место работать. Ну, кстати, сначала не в одно и то же место позвали, в разное. Мы говорили, чтобы нас в одно взяли, и я потом соскочил. Ну, я соскочил в университет, Руслан в Кубаре работал, в Саудовской Аравии. Вот, представляете, да, два одногруппника. Один в одном городе Саудовской Аравии, другой в другом городе Саудовской Аравии. Мы с ним виделись, там, общались. Он на платформах был морских, а я учился в университете. Ну, вот так. А сейчас вот вместе в ТБТ. Вот так бывает. Вот, в общем, я выбрал университет. Это был период очень много путешествий, это уже работа предуществляет университет. Это, знаете, как, если здесь естественные науки, кто, поднимите руки? Естественные науки. Ну, тоже, ну, половина, да? Если вы хотите реально заниматься наукой, реально, вам это интересно, я вам советую всем поступить в кауст. Реально. Это райский уголок на земле, на берегу Красного моря, с state of the art, то есть это такая фраза, state of the art, это, ну, типа, там... Алин, переведи, пожалуйста. Да, я все испортил. State of the art, как переводится? Да. Нет, ну, пространство, допустим, там, state of the art, или там, лаборатория. Шедевр искусства, да, можно так сказать? Да, то есть там, короче, архитектура этого университета, она настолько там хай-тек, настолько современна, там столько денег, ну, вложено в этот университет. Там даже библиотека, это там что-то архитектурное, там, какая-то награда мировая, что вот такое здание, представляете? Это обычная библиотека. Ну, то есть по функционалу это обычная библиотека. Это там настолько круто, я вам просто сейчас одну вещь скажу, и вы все захотите. Сказать? Все интересно стало сразу. Да? Там стипендия мастера дегри на тот момент, когда я учился, была 1700 долларов. При этом, я продолжаю, Алина, прости, при этом проживание бесплатное. Я жил в двухэтажном аппаркменте, один, мастер-стюдент. Я проживание бесплатное, автобус бесплатный в город. И там сколько? Ну, каждую неделю там по несколько автобусов. И я тратил реально эти деньги только на еду. Все. Ну, на одежду время от времени. И, ну, на путешествие. Все. То есть это реально. И я учился, мне повезло, я учился у нобелевских лауреатов. Вы представляете, это какая моща вообще просто. Ты, ну, ты просто подходишь к этому человеку, и тебя уже трясет. От того, ну, сколько вот знаний, кладезь с тобой рядом стоит, и ты понимаешь, что ты можешь у него, ну, это как бы перенять, взять что-то от него. Это просто вообще, ну, нереально. Конечно, мне было тяжело. Я вам реально скажу, почему. Потому что я с TOEFL, ну, TOEFL прям сдал там вот тютельку в тютельку, чтобы пройти. Реально. Я не знал, два года назад вообще английский не знал. И тютельку в тютельку сдал. Я прошел, такой радостный, прошел университет. На первую пару прохожу. Там, что-то там, парка какая-то была, Thermodynamics, там, термодинамика. Сел такой, думаю, вообще весело будет все. Я 90% ничего не понял вообще, что там говорили. Вообще ничего не понял. И мне пришлось просто там, я всех там замучил, друзей своих, там русские тоже были. И мне пришлось просто у ребят своих, ну, знакомых, учиться тому параллельно, на чему меня учили на лекциях. Ну, вот так. Дальше. После университета мне тоже очень сильно повезло. И, ну, слава богу, я попал в национальную нефтегазовую компанию Saudi Aramco. Это крупнейшая нефтегазовая компания в мире по своим запасам нефти и по добыче нефти. Там, соответственно, зарплата сразу еще увеличилась раз в 7-6 мая. И это была реально голубая мечта моя еще где-то со второго, с третьего курса. Они там об этом мечтали вообще все, с кем я общался. И мне тоже эта мечта, ну, мне тоже захотелось этой мечты, да. И я туда попал. На самом деле туда попасть очень сложно. Туда попадают мужчины со стажем от 30 лет и женщины. Вот. И со стажем работы в международных корпорациях. Там таких, как British Petroleum или ExxonMobil. Но так как я учился в этом университете, и эта компания была спонсором этого университета, иногда приезжала в этот университет, я вот, ну, общаясь и интересуюсь о работе этой компании и так далее, и я вот туда смог попасть. И одну только вещь вот скажу про мое попадание в эту компанию. Потом расскажу немножко про работу и, наверное, буду завершать время, наверное. Да сколько у меня сейчас времени? Минутки 4. Супер. Говорите мне, ладно, 3, 2, 1. Я потому что могу долго разговаривать. В общем, одна вещь. Интервью было, видео интервью. И меня интервьюировали 5 человек. У меня никогда в жизни такого интервью не было. Это были там где-то 2 из них. Это такие арабы, дети с бородой, с усами. И в этих топах, это топ называется, такая белая штука и красный платок. Была одна женщина. Один был такой лысый араб. Такой с закосом на американца. И один был афроамериканец. То есть такой афроамериканец, тоже лысый. Такой, который, думаешь, блин, если он даст, вообще, короче, мало не покажется. Ну, и здорово. И было страшно. 5 человек. Огромный экран такой. То есть меня посадили в комнату одного. Я один сижу в комнате. Большой такой экран. И они там вот за экраном, там у себя в компании сидят. И я вот сидел в университете в Каусте. Кстати, первое интервью я провалил. Про это тоже могу рассказать. Когда вы вопрос зададите, я вам расскажу. То есть это не всегда победа. И надо быть к этому готовым. Я расскажу про первое, потому что я правильный вывод тогда сделал. И поэтому второй раз прошел. И, в общем, получилось так, что они меня интервьюировали на должности петролиум-инженера. А я по образованию геолог-нефтяник. Геология и инжиниринг – это две совершенно разные планеты. Инжиниринг – это прикладная математика, а геология – это описание пород и описание осадка накоплений. Ну, зависит от того, какое ты направление изучаешь и в каком-то направлении копаешь. Но это, в общем, больше такая описательная наука, где ты понимаешь логику образования Земли, ее слоек. И они начали мне задавать, ну, то есть я по факту был не готов на эту должность. Никак. То есть я не знал гидродинамику. Я знал ее чуть-чуть. Вот в университете я чуть-чуть ее изучил. Я не знал инструментов, на которых они работают. Я, ну, реально там, то есть если так посмотреть, в общем, сухо, вообще всю воду убрать, так скажем, да, то, по сути, я не подхожу. Но я себя презентовал так, вот свою жизнь, историю вот эту. Я почему еще раз к Егору возвращаюсь, это вообще он правильно, супер правильно сказал. Продажи – это не отдел продаж. Продажи мы каждый день себя продаем. Вот друг другу вы себя продаете. Когда вы встречаете, говорите привет там, что-то говорите, как дела там, то есть вы уже себя продаете. Вот. И я так интересно получился, я вот свою историю так преподнес, я сейчас как бы не вспомню там каждый элемент. Но каждый вот свой период жизни, каждую важную жирную точку в своей жизни, которую я для себя считал важной, где что-то произошло во мне, где-то что-то изменилось, я им подал с той стороны, которая им была бы интересна, в которой они бы увидели для себя пользу, какую-то выгоду. И когда я по всем этим точкам прошел, я знал, что мне нельзя останавливаться. Если я остановлюсь, они зададут мне вопрос, я завалюсь. Я знал это прекрасно. И я просто начал вот эту историю и так ее вел, что они не могли просто меня даже прерывать. Потому что если бы они меня прервали, они вот как будто сказку слушали на ночь. Понимаете? Я ввел эту историю, и в конце, когда к концу подходила эта история, я сказал, а вы знаете, говорю, ну, там предпоследние у меня где-то точки были, что я мусульманин, я всю жизнь мечтал попасть в Мекку, и вы можете дать, ну, я вот теперь здесь оказался, я вижу как бы продолжение своей жизни логической здесь. И последняя точка была, а вы знаете, в Сауде-Арамке день рождения, в тот же день, когда я родился. И они просто типа, ааа, короче, этот парень должен на нас работать. Все, и они не смогли мне отказать. Все пятеро там, ну, кто-то может быть против, кто-то за, но в итоге они меня взяли. Такая история была. В общем, это было два года нереально, то есть супер вообще крутых, когда ты работаешь бок о бок с америкосами, которые там 30 лет в нефтянке, которые там просто, ну, бывает же в американских фильмах, показывают там Техас, там какие-то крутые мужики, вот такие же крутые мужики, только в нефтянке. И ты с ними работаешь бок о бок, они мне столько всему научили. Но потом в один прекрасный момент, кстати, вот этот человек, который меня собеседовал, и потом он был моим тим-лидером, то есть он мой руководил. Джибриль Алюва, это наши татарские субитейки. А вот здесь, на фотографии слева, в левом верхнем углу, это бывший президент компании «Сауди Арамка» и нынешний министр нефтегаза «Саудовская Аравия». Я с ним на петербургском форуме, кстати, встречался, и мы с ним уже против детей разговаривали. Это было интересно тоже. Вот, это лаборатория, это вот офис. Каждый день я навел все время, две минуты, круто. Давайте дальше. Вот, в общем, но мне чего-то не хватало. Я понимал, что у меня классная зарплата, я живу в «Саудовской Аравии», у меня нет никаких хлопот. Вот, в России у нас, ребят, очень много хлопот. И я вам сразу скажу, вы уедете за границу, вы поймете, что за границей. Но, конечно, зависит от страны. В «Саудовской Аравии» вообще нет хлопот. Это мыльный пузырь, где у тебя забирают все, что вот все проблемы, которые у вас могут быть, все их забирают. Там, жилье, транспорт, какие-то там счета, нищета, все это забирают. Работай, спи, ешь, там, тренируйся. Ну, то есть, что хочешь делать, там, семья. Вот, и все. Все, остальное мы сами за тебя сделаем. Это такая страна. Там, наверное, в Европе где-то там посложнее чуть-чуть, наверное, в Америке еще чуть-чуть посложнее, потому что там вот эти всякие там таксы, там, это, то, сё платить. И у студентов не такие большие гонорары, наверное, как в «Саудовской Аравии». Ну, то есть, там посложнее. А в России очень много хлопот. И я когда там был, я понимал, что у меня нет этих хлопот, нет того, сего, и все хорошо, прекрасно, но я понимал, что мне не хватает своей родины. Я понимал, что мне не хватает татарских бабушкиных хачпишмаков, о которых Алина говорила. Потому что меня на них воспитали. У меня, ну, кровь, у меня в крови течет, течет, как панда говорит же, этот бульон, да, пельменный. У меня вот тачпишмак течет в крови. Я понимал, что мне этого не хватает, как бы, что делать? Сижу вот с этими идеями, и, короче, сижу, моделирую месторождения. Думаю, что-то я не то делаю. И в итоге накопил я денег, 6 миллионов, развернулся, захлопнул дверь, и вернулся в Россию на полный ноль, и начал с полного нуля свой бизнес, тюбетей. И в двух словах, наверное, про тюбетей, и на этом все. Ага, ага, что-то там это скосилось. Ну, ладно, про тюбетей что рассказывать? Это реально первая национальная сеть быстрого питания. Что мы сделали? Мы взяли наши любимые бабушкины рецепты, неважно, это выпечка, это или суп, или еще чего-то, и решили их подать по-новому. Мы решили их упаковывать не в пакетик целлофановый и в пластиковый стаканчик, а мы сказали, а давайте упакуем это как мак, давайте сделаем классную упаковку, красивую, которая не стыдна, а которая даже захочется показать. С гордостью, которую ты покажешь. Нанесли туда стихотворение, там, габдулу и такая. Плюс мы не просто взяли, например, бахатлевский шпишмак и его переупаковали, а мы поняли, что на рынке нет вот этого домашнего вкуса. То есть никто реально не может, я сам просто замучился, когда студентом был, я понял, что надо эту проблему решить. То есть никто не может пойти, купить какой-то шпишмак и почувствовать себя, вот Аби вспомнил, хорошо, рахат, да, вот этого не было. И мы хотели вот этот рахат воссоздать, да, и мы его вот воссоздали. Сейчас у нас около 10 объектов по Татарстану и по России. У нас здесь в Казани там несколько павильонов своих и ресторан. Мы представляем, мы являемся официальным представителем национальной кухни Татарстана вообще. То есть мы вот везде с Германов пересекаемся, мы ездим по всем странам, презентуем Татарстан. Вот если еще немножко слайдов про этот промотаем, ну еще можно. Мы открылись в 2015 году, да, много всего было. Мы с Сабантой провели в Париже, это тоже было интересно. У нас полуфрикаты свои есть. Дальше. Вот из Свяжева, L1 наконец-то научился выговаривать Эщпочмак. И он очень стал большим фанатом Губади. И ждем его в гости. Если он будет приезжать, мы вам расскажем. Ну, в принципе, так, наверное. Это лайфхаки про бизнес. Не надо вам полминуты, 30 секунд. Не надо, не надо. Но если бизнес захотите сделать, можете мне отдельно написать, я посоветую. Ключевые, наверное, вот без воды теперь слова, которые я хочу сказать. Первое – это верь. Все. Верь. Это вам цитаты на затравку. Второе – это мечтай. Действуй. И вот это самое важное, последнее. Дисциплинируй себя. Потому что если вы делаете первое, второе, третье, и потом где-то у вас закончилась батарейка, а так часто бывает у вас у всех, и к четвертому не возвращаетесь, то где-то мы останавливаемся. Поэтому дисциплинируйте себя. Все, спасибо. Да, оставьте у себя микрофон. Спасибо большое. Ох уж эти разрушенные сердечки. Кого-то из бюджетников сзади, когда они услышали стипендию зарубежного вуза. Не переживайте. Ну а сейчас мы переходим, пожалуй, к самой весомой части нашего мероприятия. Вы можете задать абсолютно любому спикеру свой, любой вопрос, который вас больше всего интересует. Пожалуйста, поднимайте руки, задавайте вопрос. Мы дадим вам микрофон. Всем здравствуйте. Я не знаю вашего отчета, султан. Хотел бы задать вопрос. Смотрите, человек в своей натуре, он лентяй. И как вы справляетесь с этой ленью, с этой бредной привычкой? Расскажите про свой тайм-менеджмент. Про лень? Да, вот про свой тайм-менеджмент и про лень. Постараюсь быстро, потому что, я думаю, коллегам тоже вопросы будут. На самом деле, я, например, считаю, что у меня лени нет. Первое, что вы можете сделать, это начать считать, что его у вас нет. Я, например, говорю, если я что-то не делаю, я говорю, что я устал. И это реально обычно бывает так. То есть, вот это вот лень, как бы какое-то придуманное понятие, которое для всех является такой золотой отмазкой. Ну, типа, я поленился просто. Или, ну, было лень. Но это вообще не оправдание. Если на работе кто-нибудь скажет сейчас в офисе, я поленился, я точно это, сзади. Потому что, ну, это, ну, не знаю, это, знаете, как... Первое, уберите вообще из головы это понятие, что вы можете вообще лениться. Вы, скорее всего, не можете. Это реакция вашего организма. Либо ему задачи не нравятся, либо вы неправильно ему диктуете эти задачи. Потому что вы состоите же из элементов. Мы же здесь все, как бы, студенты, ну, высшего учебного заведения. Вы все понимаете, что мы состоим из элементов. Они взаимосвязаны. При определенном поступлении, там, других химических элементов в эти элементы, у нас происходит определенное настроение, там, определенное количество энергии, сил, там, и так далее. То есть, понятие лень. У вас есть орган, который называется лень, который вырабатывает лень у вас? Есть такое? А он нет. Есть желчный пузырь, который желчь вырабатывает. Но, по-моему, лень никто не вырабатывает. Вот, и поэтому, первое, убрать это понятие. Второе, поставить свою цель. Вот, четко, ясно, видно. Неважно, телефон это у вас, там, заставка, либо компьютер, там, либо у вас есть ежедневник какой-то. И написать дорожную карту или план некий достижения этой цели. Если вы не знаете, найдите человека, который ее уже достиг. Я на 99% уверен, что по-любому найдется человек, который хотя бы приближенно что-то к вашей цели достиг. Изучите его путь. Что он сделал? Перепишите это в свой алгоритм, начните действовать. И потом вернетесь к четвертому пункту, дисциплинировать это. То есть, поставьте себе какую-то контрольную точку, например, там, каждое воскресенье я сажусь и перечитываю там свою цель, перечитываю то, что у меня нет лени, и смотрю алгоритм, где я застрял, то есть, что мне помешало. И давайте себе вот этот самоотчет. Все, у меня, ну, у меня нет такого просто понятия. Я не знаю даже, ну, как к вам быть. Понятие надо это убрать, наверное, и проблема решится. Еще прикольно можно обманывать свой мозг. Ты можешь начинать с заправки постели по утрам. И бывает еще так вот, один, два, три, четыре, пять, и начинаешь делать. Просто если ты функцию такую делаешь для мозга, вот, если пять, все, там, пошел, как с детства, там, считалочка или еще что-нибудь, просто легче начинается делать. Кто-нибудь еще? Вот, пожалуйста. Вот сюда вот микрофон, мне кажется, надо будет передать. Добрый вечер. Очень приятно представлюсь. Зовут меня Анастасия. У меня не вопрос. Хотелось бы выразить комплимент. Для начала хотелось бы начать с Егора. Вы знаете, мне довелось, в общем-то, проходить отборочный этап на проект «Политзавод». И так получилось. Я тогда еще не знала, кем вы являетесь. И мы, в общем-то, интервью с вами проходили вместе. И я послушала, что вообще вы хотели донести тогда, на тот момент. Но я поняла, увидела глаза людей, что абсолютно они не понимают то, к чему вы ведете. И просто считаю, что, честно говоря, этот проект много потерял. И просто я так подумала, что, наверное, люди решили, что вы, наверное, не совсем их уровня, скажем так. Вы немного выше. И просто они не могли понять, что с вами делать дальше. Вот. Поэтому такой небольшой вам комплимент. На то, чтобы вы делали то, что вы делаете, и продолжали делать это дальше. Хотелось сказать спасибо Алине, за то, что она помогает студентам. В принципе, спасибо. Вот. А еще хотела выразить огромную, в общем-огромный комплимент Султану. Так как от вас реально чувствуется очень такая мотивирующая, большая энергия. И реально ощущается, что вы любите то, что вы делаете. И на самом деле слушала многих людей, которые реально любят свое дело. И на самом деле, наверное, секрет в том, чтобы то, что вы делаете, то, чтобы у вас успешно получалось, нужно это дело любить в первую очередь. И тогда реально это дает энергию очень большую и не может быть лени на то дело, которое вы любите. И, наверное, в этом ключ к тому, чтобы лени просто быть не может. Да. И также, Герман, вы, ну, видно, что вы такой трудолюбивый человек. И, да, и усидчивый, в первую очередь. Усидчивость тоже очень много дает. Поэтому большое спасибо вам большое, что вы уделили свое время нам. Спасибо.